МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Здравствуйте! В эфире новоуральской вещательной кампании тематическая программа «Объективно о спорте» в студии Виктор Малышев. О самых главных событиях спортивной жизни нашего города узнаете далее. Смотрите в выпуске. Состоялся первый открытый чемпионат города из Свердловской области по дуатлону. Проверить свою силу и выносливость приехали более 60 участников. Завершилось первенство города среди ветеранов по волейболу. В финале встретились команды «Химик» и «Малыши Ко». Традиционные массовые соревнования по спортивному ориентированию «Зеленые тропы-2017» вновь собирают участников. Подробнее об этом и многом другом – далее. Уже совсем скоро наступит летняя пора. А это значит, что у любителей такого вида спорта, как триатлон, наступит жаркое время стартов. А пока вода еще холодная, спортсмены отрабатывают технику бега и езды на велосипеде в соревнованиях по дуатлону. 14 мая на территории Зеленого мыса такие состязания состоялись впервые. Стоит отметить, что новоуральцев на стартах было не так много. Зато тюменцы, посетившие эти соревнования, представили большую делегацию. Участникам было предложено две дистанции. Для юношей и девушек была предложена следующая формула. Два километра бега, восемь километров вилогонки и один километр бега. Здесь получились следующие результаты. У участников 2003-2004 года рождения победили Александр Храмов и Дарья Иванова. А в возрастной категории 2000-2002 года рождения лучшие результаты получили Иван Сушков и Эвелина Богомолова. Все они приехали из Тюмени. Для взрослых участников дистанция составляла 5 километров бега, 20 километров вилогонки и 2,5 километра бега. В категории «Элита» места у мужчин распределились так. Третье место у Леонида Токманцева из Верхней Пешмы. Второе место получил Елизар Сунцов из Тюмени. Первое место прочно закрепилось за Виктором Карелиным из Екатеринбурга. Женщины получили следующие результаты. Третье место у Василисы Нечаевой из Новоуральска. Второе место Татьяна Строкова из Красного Фимска. Первое место Маргарита Овсяникова из Тюмени. Среди любителей места сложились так. В возрастной категории мужчины 40-55 лет победу одержал Андрей Мазурин из Полевского. Вторым стал Денис Вольван из Екатеринбурга. Третье место у Владимира Крылова из Новоуральска. А у мужчин в категории 56 лет и старше итоги получились такими. Первое место получил Сергей Карелин из Екатеринбурга. Второе место закрепилось за новоуральцем Вячеславом Десятовым. А третье место у Вячеслава Мамонтова, также из Новоуральска. Книшировшие спортсмены поделились с нами своими впечатлениями. Очень сложно было пробежать. Ноги сильно болят. Ну, вроде бы неплохо, но, блин, сложно, конечно. А погода, те условия, которые сегодня есть, не помешали? Немного помешали. Снег в глаза. Сегодня очень странная погода. То дождь, то солнце, то снег. Очень так странно. Вообще классная трасса. Интересная. На велике много подъемов. Природа. Я считаю, всегда надо так проводить. В начале старта такая погода была. А сейчас снег был. Вообще не знал, в чем бежать. Как бы в длинном, либо в коротком. Но солнышко вышло. Ветер сильный, правда. Но все равно как бы решил, что бежать в длинном и не прогадал. Потому что ветер как бы на трассе был очень сильный. По дистанции было все прекрасно. Получилось все, что было запланировано. Трасса, конечно, оказалась немножко тяжелее, чем я думал. Но, в принципе, все было достаточно комфортно и для спортсменов сделано. А впереди нас ждет еще более зрелищный триатлон. До встречи на дистанции. Ветераны волейбола завершили первенство города. В итоговой встрече за первое место состоялась борьба команд «Химик» и «Малыши Ко». Игра была сложной. Победа досталась нелегко. Победителем первенства стала команда «Малыши Ко», обыгравшая в финале команду «Химик» в двух сыгранных партиях – 25-21 и 25-18. Команда «Победитель» провела игры в следующем составе. Сергей Малашенко, Алексей Негрун, Юрий Митрофанов, Дмитрий Комин, Павел Алексеев, Игорь Щекалев и Артур Алиханов. Настоящий цвет новоурайского волейбола. Третье место получила команда «Каскад» в тяжелой борьбе, победившая команду «Мастеровой» – 25-22 и 25-21. Мы сегодня сыграли матч за 34 место, стали бронзовыми призерами чемпионата города, немножко расстроены, потому что в полуфинале с «Химиком» у нас была очень напряженная игра, и мы две партии сражались очко в очко. Но у нас в городе сейчас такая ситуация, что очень много равных команд, поэтому третье место – это тоже очень почетно. И сейчас проходит финал, игра за первое-второе место между командами «Химик» и «Малышико». И, как и в прошлом году, очень напряженная игра, качели, характер, очень много эмоций, поэтому будем ждать завершения финала. Остается добавить, что ветеранский волейбол в нашем городе есть, и такие соревнования дают дополнительный стимул для его развития. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА В разделе «Неваза. Борьба» в группе номер один первое место занял Федор Григорьев, второе – Александр Коген, третье место – Алена Митюхляева. Во второй группе первое место у Максима Швецова, второе место занял Александр Кузьмин и на третьем – Семен Пастухов. А в группе номер три первое место у Егора Вострякова, второе место – Иван Глушенок, третье место – Андрей Максимов. В разделе «Файтинг» – поединки места расположились следующим образом. Победа у Артема Шитова, на втором месте – Игорь Зирянов, а третье место занял Илья Макаров. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Новоуральское спортивное ориентирование имеет давние традиции, одной из которых является проведение массовых стартов в зеленые тропы. Соревнования проходят и в этом году, и вновь собрали под свои знамена любителей пробежаться с компасом и картой. Первые старты прошли 11 мая на стадионе 57-й школы. Если погрузиться в историю, то соревнования «Зеленые тропы» были задуманы более 30 лет назад основателем Новоуральской школы спортивного ориентирования Юрием Безымянным как тренировочные старты. Эта составляющая актуальна и по сей день. У нас соревнования официальные есть, буквально там три этапа чемпионата области. Чтобы к ним подготовиться, нам необходимо провести свой кубок, где ребята сначала на знакомом местности, потом на незнакомой, попрактикуют свои навыки спортивного ориентирования. Где-то, наверное, 31-е. Вот, зеленые тропы. И они продолжают свои традиции, приносят пользу спортсменам городским и пользуются популярностью. На старте вместе с новичками можно было увидеть и ветеранов, и опытных мастеров, таких как Алексей Головань, Ольга Лебедева, Тамара Волкова. Говоря о структуре соревнований, отметим, что старты проходят в шесть этапов. Личное место в каждой возрастной группе определяется по наименьшей сумме занятых мест. В зачет идут четыре лучших старта из шести. Следующий этап состоится 24 мая. О его итогах узнаете из нашей программы. В завершении программы спортивный анонс на ближайшие дни. 20 мая в 17 часов на поле детско-юношеской спортивной школы номер 2 Новоурайский кедр сыграет с командой Академия футбола из Екатеринбурга. 21 мая состоится массовый велопоход по маршруту Новоурайск-Калинова. Сбор участников бульвар Академика Кикойна 16 в 10 часов. А на лыжной базе поселка Верхневенский в 11 часов состоится городской этап всероссийских массовых соревнований «Российский азимут-2017». Приглашаются все желающие. Также 21 мая во дворце спорта «Дельфин» состоятся традиционные соревнования «Я умею плавать» начало в 13.00. Приходите и принимайте участие в спортивной жизни Новоуральска. Это все спортивные новости города на сегодня. На этом я прощаюсь с вами. Любите спорт, занимайтесь спортом и помните – в здоровом теле здоровый дух!